Всем привет! Вы на канале Зимняя Татьяна. Если вы новый пользователь, то не забудьте нажать кнопочку подписаться, лайк, колокольчик, ну и пишите интересные комментарии. А также не забудьте про группу ВКонтакте и группу в Телеграм. Все ссылочки будут в описании под видео. Сегодня я решила порадовать вас аж целыми двумя квестами, потому что они небольшие, но в принципе интересные и легко проходимые. А также я приготовила для вас очень интересную информацию, которую вы самостоятельно вряд ли где-то прочитаете. Ну что ж, давайте начнем. И первый квест это уже будет квест от фирмы Nike. Если вы не фанат фирмы Nike, то вряд ли знаете историю создания этого бренда. Если знаете, то пишите об этом в комментариях. Один из издателей это Фил Найт, студент Стэнфорда, а второй его тренер Билл Баурман, который усовершенствовал все воркгрупп, включая спортивную обувь и экипировку. После защиты курсовой работы на тему перспективы развития производства в Японии, Фил решил заключить контракт на импорт кроссовок Tiger в США. В 1964 году Найт приглашает своего тренера на условиях полного партнерства и они вкладывают по 500 долларов и с первой же партии в 300 пар зарабатывают 8 тысяч. Через год компания начинает расширяться и привлекается новый сотрудник, который был бывшим соперником Найта по университетским забегам. И он разъезжает на своем фургоне на соревнования по лёгкой атлетике и продает кроссовки и попутно расспрашивает лёгкоатлетов, какую именно обувь они хотели бы покупать. Именно ему приснился сон с богиней победы Ники, в честь которой и были названы кроссовки Найк. Ну что ж, а теперь давайте перейдем к самому квесту. Квест находится у нас в локации парк Ханган и давайте перейдем. Я перейду на Нуба, а вы будете смотреть, как я его делаю. Итак, квест небольшой и состоит, по-моему, из пяти у нас пунктов. И первое нам предлагают пробежаться по дорожке беговой около моста. Но вам скажу, я тут бегала по дорожке, я вспоминала этот квест. Бегала по прямой туда-сюда, оказалось, что всё намного проще. Просто разворачивайтесь и бегите вот к этому кругу с логотипом Найк. И первый пункт квеста у нас будет засчитан. Не забывайте завершать квест, чтобы следующий пункт у нас был. Дальше нам предлагают примерить новые комплекты от Найк. И они находятся внутри у нас с левой стороны. Вот где сначала я здесь попробовала, да, здесь не засчиталась. Я тут попробовала несколько шмоток. Они, в принципе, недорогие, но простенькие, да. Ну, если там создать какой-то спортивный образ, то возможно. А с этой стороны у нас уже полные комплекты. Можно купить, кстати, тоже не за земы, а за обычные монеты. Следующий квест у нас предлагают присесть на диване в доме Найк и посмотреть видео. Чтобы просто присесть, вот скамеечка, выбирайте любую ручку и квест будет защита. Дальше давайте посмотрим. Так, первый у нас это у нас напульсники. Забираем. Так, дальше. Не хотите посетить веб-сайт Найк через киоск в доме Найк? Итак, ребята, здесь я, честно говоря, не поняла сначала, почему не засчитывали квест. Значит, я нажимаю на зайти. Вот видите, там стенд белый с рукой активной. Но так как Найк у нас не в России, соответственно, этот сайт у нас не работает. Я решила перейти на VPN, но он на китайском. Ой, точнее, на корейском, ребята. Какой китайский? Игра корейская. Но, опять же, не засчитали. Тогда я просто чуть ближе подошла и, видите, квест у меня засчитался. Непонятно, то ли надо просто подойти к стенду, то ли действительно надо было зайти на этот сайт. Дальше нас просят подойти к прилавку, чтобы получить бесплатную футболочку от Найк. Так, ну мы, в принципе, и так у прилавка стоим. Но давайте еще немножко поближе подойдем. Вдруг засчитают. Так, отошла и подошла. Да, действительно, квест засчиталось. Но экспериментируйте с прошлым вариантом, потому что не факт, что действительно включать VPN и заходить на этот сайт. Итак, что же мы получили? Давайте посмотрим поближе, как это смотрится. Да, подарки небольшие, но и квест, как бы, тоже, понимаете, сами несложный. Но халява никогда не бывает лишней. Итак, черная футболочка от Найк с логотипом. Кстати, за этот логотип студентка получила всего 35 долларов. И то создателям логотип не нравился, до победного они там не хотели его принимать. Но когда уже грузовики стояли в мексиканской границе и надо было отправлять их, то решили вот этот логотип шлепнуть. Ну и вот так вот он появился. Но, правда, потом ей еще акции подарили и колечко с бриллиантом. Давайте перейдем к следующему квесту. Но, как обычно, предыстория. Любая локация, практически любая, где какой-то квест есть, всегда есть какое-то предысторие. Там, будь то фирма, будь то еще что-то. Итак, следующий квест посвящен корейским фильмам. Именно корейской дораме, фэнтези-дораме. Называется она «Алхимия душ». Представьте, на кинопоиске набрало 9 звезд из 10. И все, кто просматривал там, в восторге. Ребята, я не знаю, смотреть или нет, посоветуйте мне. Но я, вот честно говоря, такие фильмы корейские не смотрю. Не знаю, почему меня это не цепляет. Возможно, я еще этой идеей не прониклась. Но я посмотрела, ребят, обзор небольшой. Но это просто взрыв мозга, чтобы мне запомнить эти все имена. Я сейчас попытаюсь вам кратенько рассказать о чем это. В общем, ребята, не судите строго. Как запомнила, так рассказываю. Вымышленное королевство Дэхо, где существовали маги. И был утерян какой-то ледяной камень, который мог менять людей телами. Наемная убийца, она скрывалась от магов. Звали ее Наксу. Она меняется телами с какой-то бродяжкой. Та была слепая, прозрела. И поступила в услужение какой-то семье. Сын которой был отвержен всеми магами. И его никто не хотел учить. В итоге, в общем, он узнает, что это та наемная убийца. У них там завязывается роман. В общем, ребята, сами посмотрите. Потому что это такая большая история, что ее просто не рассказать. Итак, переходим в королевство. Мир душ королевства. Ну, пожалуйста, королевство. Квест у нас вообще минимальный. И состоит из трех пунктов. Первое, что нас просят, это пойти и посидеть на деревце. Вот как раз я вам рассказывала. Там на деревце сидела. С помощью прыжков забираемся на это деревце. Точнее, на вот этот уступчик, где это деревце находится. Давай, прыгай. Что ж ты там не можешь-то? В общем, ребят, я, честно говоря, посмотрела обзор. Меня нам надолго не хватило. Я не могу такие фильмы смотреть. Может быть, когда-нибудь я себя пересилю. И меня это прям зацепляет сильно, что я просто все дорамы корейские буду пересматривать. Я не могу смотреть. Знаете, почему? Во-первых, я не различаю лица. Во-вторых, я не запоминаю имена. Даже, чтобы хоть как-то ассоциировать героев. Но на шортсах интересные моменты мне нравятся. Дальше, следующий момент. Нам надо побежать по бамбуковому лесу. И где активные ручки. Вернись обратно, пожалуйста. Активные ручки пробежала. Вот. Две активные ручки. На любую, в принципе, нажимаете. В позу там встаем. И квест засчитали. Следующее. Сейчас. Что у нас? А тут. Кстати, позы здесь вообще нет. Я на основе пробовала. Там какие-то даже позы есть. Следующее. Нам надо сфотографироваться с тизером по постерам вот этой алхимии души. Кстати. Я не знаю. Какие еще корейские дорамы вы смотрели? Чтобы вот мне посоветовалось. Чтобы вот прям, знаете, я посмотрела. И прям сказала. Вау. Это круто. Единственное, по-моему, если это корейский фильм. Ну, вот, по-моему, все смотрели вот эту игру в кальмара. И то я не знаю, почему они все говорят. О, такой фильм, такой фильм. Мне, честно говоря, вообще не зашло. Итак. Постер вот у нас. И нам надо сделать селфи. Для этого надо отойти немножко подальше. Чтобы вот этот постер больше попал в камеру. Итак. Делаем скрин. Ой. Точнее фото. И квест защита. Но, ребятушки. Я сначала думала. Ой, какая прикольная штука. Может, это какие-то там татушки. Или еще что-то. Кстати, не забудьте забрать. А, это все оказалось намного проще. Ну, что, три пункта квеста. Да, не так много. Поэтому открываем свой инвентарь. Нажимая около чата внизу на рюкзачок. И вот такая вот у нас аура будет. Я думала, может быть, эта аура навсегда. Ну, в смысле навсегда. Вы хотите там, на деле. Или там. Но, к сожалению, она временная. И, по-моему, у нас всего две штуки. То есть, вы можете надеть определенное время с этой аурой походить. И все. Поэтому, ну, вот так вот. Как есть. Ну, что ж, ребята. Я надеюсь, вам была не только полезная информация. Интересная. Я еще интересно рассказала. Так что пишите в комментариях. А я на этом с вами прощаюсь. Всех люблю. Целую. Обнимаю. Обожаю. И всем пока-пока. Муа. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...